Как проходит подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию России, обсудили накануне на Краевом координационном совещании, которое провел губернатор Кубани. В нем принял участие глава Анапы. По словам Юрия Полякова, на курорте практически стопроцентная готовность участков. Кроме того, в этот раз будут использованы и новые формы организации голосования. Все подробности в нашем сюжете. Безопасность жителей региона стала основной темой координационного совещания, которое провел губернатор Кубани. В зале руководители силовых структур, заместители глав региона, главы муниципалитетов. Один из вопросов повестки дня – подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. Из-за коронавируса дата переносилась. Было время подготовиться и учесть все сложности, связанные с эпидемией. Принцип гласности, принцип прозрачности голосования, даже в этих условиях он однозначно должен соблюдаться. Даже в условиях именно вот такого режима голосования в период пандемии. Да, вопрос максимального усиления контроля, в том числе, это эпидемиологическая обстановка при голосовании. Но оно должно пройти гласно, прозрачно, открыто. В день голосования на территории края будут работать 2800 участков. 81 из них откроются в Анапе. Особое внимание мерам террористической и эпидемиологической безопасности. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но требования Роспотребнадзора должны соблюдаться неукоснительно. Помещения, где будет проходить голосование, продезинфицируют. А избирателям выдадут средства индивидуальной защиты и измерят температуру. У нас уже сегодня есть информация, мы объехали все участки, какие есть недостатки, если они есть. А в основном-то мы, можно сказать, прямо готовы. Предельно, внимательно быть и выполнить все те рекомендации, которые дает нам руководитель Роспотребнадзора. Максимально усилить работу в плане безопасности по санитарному состоянию. Это, я понимаю, мы обеспечены масками, перчатками. При себе необходимо иметь паспорт, а вот отдавать его кому-то в руки в этот раз не надо. Достаточно раскрыть и показать. Проголосовать смогут более 4 миллионов жителей Кубани. Те, кто захочет это сделать на дому, должны написать заявление в территориальную или участковую комиссию. Главным образом это касается пожилых людей. Они остаются в группе риска. С 25 числа по согласованию с подавшим заявку члены участковой избирательной комиссии будут осуществлять голосование по месту жительства человека, который подал заявку. Подобное голосование будет обеспечено дистанцировано. Для этого будут индивидуальные пакеты для каждого голосующего, в которые будет упакован бюллетень, заявление о голосовании, маска, перчатки, индивидуальная ручка. Помимо привычных вариантов голосования, ситуация с эпидемией коронавируса открыла для избирателей новые формы. Более 35 тысяч жителей края уже выбрали участки для голосования не по месту прописки, а с помощью мобильного избирателя. Новой формой является организация мобильных участков, которые смогут быть развернуты на придомовых и общественных территориях. По предварительной информации, таких участков могут развернуть муниципалитеты около 5,5 тысяч. В границах полутора тысяч участковых избирательных комиссий охват возможных избирателей практически миллион, то есть 954 тысячи может быть охвачено таким удобным тоже и безопасным, это имеется в виду прежде всего голосование на улице, видом голосования. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России важно провести открыто, легитимно и безопасно для здоровья граждан. Такую задачу поставил губернатор Кубани. Оно начнется 25 июня и продлится 7 дней. Любой человек сможет воспользоваться правом сделать свой выбор. Главная задача создать условия, на самом деле, для прозрачного, честного волеизъявления жителей края по голосованию по поправкам в Конституцию. Есть дискультивные силы, которые хотят, чтобы что-то было по-другому, но они не должны помешать жителям края сделать свое волеизъявление. Ни в коем случае. И не навязывать им вообще свою точку зрения. Ну, они имеют право, мы живем в демократической стране, имеют право на свою точку зрения. Но не нужно ее выдавать за точку зрения народа, жителей. Не нужно говорить от имени жителей. Безусловно, непростая ситуация. И экономически непростая. Потому что, ну, понятно, у нас месяц примерно не работали и до сих пор продолжают не работать определенные предприятия. Конечно, уровень благосостояния людей упал. Но на этом не нужно играть, еще раз подчеркиваю. Это временные трудности. Я уверен, временные трудности, которые мы преодолеем. Но воспользоваться этой ситуацией и пытаться что-то говорить, еще и говорить, еще раз подчеркиваю, оголтело. Непонятно даже, что я хочу и делать. Но это точно ничему хорошему не приведет уж точки зрения. И еще раз подчеркиваю, у нас абсолютно демократичные подходы. Абсолютно. И никто никого не притесняет и не лишает никаких прав. Еще раз подчеркиваю, кто бы не хотел выдать желаемое за действительное. Все в рамках закона прозрачности, гласности, свободы. Ни в коем случае не допустить провокаций. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Регион.